Жан-Кристоф Гранже. Последняя охота. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. След. Глава первая. Память пуста. Почти. Память пуста. Откуда выплывали предметы зыбких очертаний, бесформенное создание, обрывки жизни. На этой начальной стадии преобладала идея первородного вещества. На следующей ее заместила аналогия с молоком. Он думал о знаменитом эпизоде индийской космогонии, о фресках, которыми восхищался в храмах Ангакора. Боги и демоны сбивают молочное море, и оттуда появляется изумительное создание. В его мозгу этот ритуальный танец оборачивался эпизодами насилия, лицами убийц, неудачами, гвоздем засевшими в голове. Короче, всем тем, из чего состоит память комиссара криминальной полиции. В конце концов, к превеликому изумлению медиков он пришел в себя. Танец богов продолжился в реальном времени, и оно вытекало из него, как из дырявого бидона. День сменял ночь, а все ощущения были похоронены под гипсом и анестезией. Врачи называли это хорошим знаком. Чуть позже он смог садиться в кровати и начал интересоваться новостями. О ком? О чем? Сначала о фоне Феррери, которая вскрыла его до самого горла. Она не пережила их танго в ледяном потоке, и ее похоронили вместе с сестрой-близняшкой в тайном месте, в нескольких километрах от Гернона. Кладбище эти ведьмы не заслужили. Потом всплыло воспоминание о Кариме Абдуфе, случайном напарнике, в том параноидальном расследовании. Он сформулировал выводы о деле, поделился с жандармами и подал в отставку. Вернулся на родину. Ниеман не стал препятствовать, хотя знал, что Карим – апатрит. Он ни разу не попытался связаться с Каримом. По сути дела, общими у них были только плохие воспоминания. Очевидно, пора возвращаться в мир обычных людей. В больничной палате его навестили высокопоставленные чины национальной полиции и жандармерии. Прикололи медаль на пижамную куртку. Будь-то пришпилили мертвую бабочку на пробковую доску. Ощущение, во всяком случае, было именно такое. Соцстрах признал Ниемана ограниченным свыше 80% с назначенным ассигнованием для взрослых инвалидов, лишив возможности работать на земле. У него незамедлительно возник вопрос – может, лучше было бы утонуть вместе с Фани в водах ледника? Впрочем, будем справедливы. Французская полиция своих в беде не бросает. Она посылает их на переподготовку. После окончательного выздоровления ему предложили место преподавателя в школе полиции в коммуне Кан-Эк-Люс. Он подумал – а почему нет? Его опыт может пригодиться полицейским подмастерьям. Три года он преподавал. Там ему дали понять, что его видение профессии не соответствует, как бы это поделикатнее выразиться, установленным критериям. Его вернули на службу, но оставили в резерве. Консультант, советник, посредник. Называйся как хочешь, только не покидай скамейку запасных. Физически он восстановился полностью. С психикой дело обстояло сложнее. Он жил с грузом, который принято называть депрессией. Симптомы – хронические, немотивированные боли в желудке, горло, сводимое судорогой, близкие слезы и сонливость, либо ощущение распада. Еще два года протекли между фрустрацией и усталостью, самоуничижением и безразличием. А потом о нем вспомнили былые соратники, вскарабкавшиеся на самый верх полицейской иерархии. «Сам знаешь», – сказали начальники, «по всей Франции растет число диких, безумных преступлений. Обычными силами мы уже не справляемся. Принято решение о создании центральной службы, которая будет командировать самых закаленных парижских сыщиков на помощь жандармам». «Классная идея. А сколько людей в штате?» «На сегодняшний день ты один. Пока это скорее тест, чем официальный проект». «Ну, вы даете». Идея направлять легавых на подмогу жандармам – вызов здравому смыслу. Никто никогда в такое не верил и не сумел бы вспомнить, при каком министре созрела подобная идея. Кто лучше всех подходит для мертворожденного проекта? Конечно же, призрак. Проблема заключалась в том, что Ньеман воспринял шутку всерьез. Он даже попросил заместителя. «Эй, вы залили полный бак?» Ивана наклонилась к окну «Вольво», держа в обеих руках салаты, семечки, минералку. Все, что способен предложить привередливой веганке магазинчик на заправке. Ньеман стряхнулся и вышел из машины, чтобы выполнить свою часть работы. Заправляясь, он лениво обдумывал нынешнюю реальность. Немецкий автобан. Начало осени в красных, как уродка, тонах. Вторая половина дня. Не отстой, но и верхом блаженства не назовешь. Он пошел к кассе, уговаривая себя. «Радуйся, старик. Конец бумажкам, статистике и досье, которыми более чем скупо снабжали тебя жандармы. Ты возвращаешься к розыску!» Странно, что их отправили в Германию, во Фрайбург и Мбрайсгау, что в Шварцвальде, то есть Черном лесу. Они выехали на рассвете и в 10 утра были уже в кальмаре. Ньеман принципиально не признавал ограничений скорости. Прокурор республики при Парижском суде высшей инстанции сообщил ему, что интересующее их убийство было совершено в лесу Трусайма, в Альзасе. Но жертва, подозреваемые, свидетели и все прочие – немцы. Тактическое подразделение жандармерии департамента «Верхний Рейн» занимается французской частью расследования. Они с Иваной на иждивении немцев. Последовали подробные разъяснения касательно договоренностей между полициями стран Евросоюза, которые позволят им вкалывать на Тевтонской территории вместе с управлением уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг. Ньеман мало что понял, но не сильно взволновался. Он терпеливо внимал речам, зная, что Ивана уже получила от эльзасцев полное досье и изучает его, чтобы потом устроить для него персональный брифинг. Он бросил взгляд через витрину. Напарница раскладывала свой продовольственный запас на заднем сиденье, как стрелок-радист снаряды в танке. Ивана Богданович. Второй номер их дуэта. Лучшее, что с ним случилось после возвращения из небытия.